Детское питание и спальные мешки, продукты и медикаменты. Этот контейнер набит под завязку. Меньше минуты и он перегружен на железнодорожную платформу. Товарный поезд сами железнодорожники прозвали Селесский экспресс в честь исторической области в Польше, через которую проходит его маршрут. Из Берлина через Краков в пригороды Киева. Ни расписания, ни точное местоназначение не разглашаются. В настоящий момент мы отправляем поезда раз в два дня, поезд с контейнерами. Конечно, мы можем увеличить частоту. Я надеюсь, что этот железнодорожный мост будет нам нужен недолго. Но сейчас этого никто не может сказать. Так что мы готовы к тому, чтобы эксплуатировать этот железнодорожный мост очень и очень долго. На презентацию гуманитарного железнодорожного моста в Берлине приехал министр транспорта Германии. Лишнее свидетельство тому, какое значение придает правительство Олафа Шольца гуманитарной помощи для Украины. Министр говорит, что украинская страна предпринимает меры по защите поездов. Ситуация может очень быстро измениться, и надо быть готовыми к быстрой реакции. Когда был установлен первый контакт, и нам позвонили из Варшавы и сообщили, что ситуация на польско-украинской границе обостряется, мы смогли организовать помощь за несколько часов. И эти контакты важны, чтобы иметь возможность быстро адаптироваться к новой ситуации. По словам бургомистра Берлина Франциски Гефай, в самом Берлине гуманитарной помощи столько, что для ее сбора власти открыли ангар в бывшем аэропорту Темпельхофф. Мы пожертвовали детское питание и предметы гигиены на сумму в 1 миллион евро. Мы собрали эти пожертвования через 25 наших региональных подразделений. Мы собрали 65 наименований из нашего ассортимента на центральный склад. Там они были упакованы на палеты и переданы грузовому подразделению немецких железных дорог. Первые поезда уже отправлены в Украину. Мэр Киева Виталий Кричко в ответ прислал благодарность. Власти Берлина проводят историческую параллель между воздушным мостом в Западный Берлин и нынешним мостом в Украину. Речь прежде всего о жести, знаке надежды и оптимизма для моих соотечественников. Чтобы они видели, что все это не разовые акции. Что готовность людей в Германии помогать делать пожертвования. Что политики поддерживают ее и оказывают содействие. И что любой немец, который увидел этот поезд, знает, что это работает, и это работает быстро. И мы очень ценим это. На данный момент из Германии в Украину уже доставлено около 10 тысяч тонн помощи. Но поток беженцев не истекает, поэтому третьим центром по приему беженцев, наряду с Берлином и Ганновером, на этой неделе назначен Котбус. Небольшой город рядом с польско-германской границей. Продолжение следует...